Вообще, для Запада идеальная Россия это нефть, газ и Кремль. А и банкиры. И народ биороботы, средние человеки. Поэтому что надо? Реформу образования провести в России. Чтобы люди были зомбированы. Почему стали... Ну, конечно, реформа образования это главная неприятность России, я так считаю, на сегодняшний день. Мне присылают задачки, которые сегодня кошмарят наших детей. Почему надо было задачки переводить в западных учебников? Объясните, у нас были замечательные учебники. Вдруг ни с того ни с сего подлегли под Запад и стали брать. Только наши ученики считают в уме. Американец не может разделить 111 на 3. Для американца дробь это Годзилла с виллами. У них нет дробей. Они число Пи в одном штате по закону определили равно 4. А число ускорения свободного падения равно 10. Потому что они не знают, что такое дроби, понимаете? Они в одном штате конгрессом хотели принять закон, запрещающий тайфунам проникать на территорию Флориды. По закону. И наши люди берут задачки из американских учебников, переводят на русский язык. Вот несколько задачек мне прислали. Я вас должен ознакомить. Наши люди соображают быстро. Попробуйте решить. Сечение электрического провода 1,5 квадратных миллиметра. Мощность чайника 1,2 киловатта. Сколько чайников можно подключить к розетке, не испортив проводку? Ответ 2,8 чайника. Вы пробовали 2,8 чайника подключать когда-нибудь? В комнате... Задачка следующая. В комнате находятся мыши и тараканы. Уже тьфу, они задачка. У мыши 4 ноги, у таракана 10. Ты где видел таракана с 10 ногами? В Чернобыле, что ли, эту задачку решать надо? Вопрос. Если в комнату войдут... Хозяева тараканов. Даже объяснять не надо. Слава богу, наши люди хоть хохочут. Я пытался решить несколько задачек сегодняшнего ЕГЭ. Я полный дебил оказалось. Я думал, умный человек. Я не могу ответить даже на тесты, которые задаются младшеклассникам сегодня, уподобляясь вот этому западному ЕГЭ. Как звали первую женщину-летчицу? Баба ЕГЭ. Дурнота заразила Россию. Кто такой, сидит, дед, во сто шуб одет, кто мимо пробежит, он у того шубу отберет. Че, ха-ха, гардеробщик. Это дети решают, но дети мне это присылают. Это замечательное явление. Чувство юмора наших детей выручает. Они правильно все делают. Они приняли, многие развитые дети, приняли двойные стандарты. Мы будем дурью маяться на тестилках, смотреть концерт Задорного и издеваться после этого над этим. И это нас выручит. Вот еще несколько вопросов из реальных вопросов на ЕГЭ. Как называют семью тружеников, передающую из поколения в поколение профессию мастерство? Династия, фракция, партия, колония. А сейчас приготовьтесь. К кому из перечисленных лиц, кому из перечисленных лиц не принято обращаться маэстро, художнику, композитору, шахматисту, милиционеру? Вы сегодня многие на машинах? Умоляю, поедете домой, остановитесь у какого-нибудь милиционера, откройте окошко и скажите маэстро. Он вас реально обработает дирижерской палочкой. Спокойно, спокойно. Мы только разгоняемся. По литературе вопрос. Что делал Буратино на поле чудес в стране дураков? Первый вопрос, ладно. Пытался вырастить денежное дерево, надеясь быстро получить начальный капитал. Уже нормально. Второй. Готов вопрос? Второй ответ. Передавал привет и родным и знакомым. На поле чудес. Буратино и Якубович видели когда-нибудь? Третий ответ. Крутил барабан. Кому принадлежит фраза, какой русский не любит быстрой езды? Николаю Фоменко, Николаю Гоголю, Александру Пушкину, Александру Домогарову. И это всерьез составляли наши педагоги. А вот это, вопрос-вопрос, за это вообще премию надо давать. Хорошо, что Пушкин не дожил до ЕГЭ. Вообще классикам повезло, что они тогда жили. Вопрос такой. Любил ли Онегин Татьяну? Как вы думаете, можно на компьютере запрограммировать ответ? Можно. Да. Нет. Не очень. Не всегда. Это из реального. Из реального вопросника. Ой. Нельзя ничего сделать. Изменить сегодня нельзя. Можно одно. Обхохотать это все. И я предложил на своем сайте поиграть в игру, чтобы начали прикалываться. И в первую очередь школьники начали сочинять вопросы для будущего ЕГЭ. Вы знаете что? Я получил такое количество писем, таких интересных. Некоторые из них я сейчас вам озвучу. Значит, что... Что предлагают наши детишки? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, для затравки я, во-первых, ну, пример привел. Что надо сочинять? Ну, например, кто виноват в срыве восстания Спартака? Сам Спартак? Динамо? ФИФА? УФА? Как настоящая фамилия Сталина? Джугашвили, Саакашвили, Чехохмили? Какого размера белье носил Пьер Безухов? Л, ХЛ, ХХЛ? О чем рассказывает нам Максим Горький в своей пьесе-бестселлере «На дне»? О первых российских подводниках, о дайвинге украинских туристов в Египте, на дне вторая часть повести «Муму». С чьим черепом разговаривал Гамлет? Йорика, Рюрика, Юрика, Дурика, Жмурика. Скажите, как можно винить детей за то, что у них плохое образование? Вы читали, что у них в учебниках написано? О, сейчас я вас порадую. Зачитывает учительницу, ученику вызвала его к доске и зачитывает вопрос из учебника. Третий класс. Говорит, что ты будешь делать, если увидишь, что поезд едет, а рельсы впереди разобраны? Я угораю. Мальчишка ответил, кстати, хорошо. Говорит, ничего, а вы? Он-то поумнее будет, чем автор этот. Женщина написала, у меня математическое образование. Дочки задали задачку, четыре ежика идут по дорожке, сколько всего ножек идет по дорожке. Я ей сразу сказал, шестнадцать, она принесла двойку. А нормальные люди сидят. А учительница говорит, восемь ножек. Дочка говорит, почему? Она показала картинку в учебнике. Ежики идут на двух ногах. Вы понимаете, что идиотов растят из наших детей? Задачка. В городе живут только собаки и коты. Уже, фу, гадость. А им нравится под Голливуд, чтобы жесть была. Это вот новые менеджеры написали задачки. Это не авторы учебника, это менеджеры. Никаки. Вы сейчас попробуйте решить. Нет, решить не надо, просто вдумайтесь в начало. Я буду только начало задачек зачитывать. Десять процентов собак думают, что они коты. Им не в городе место, а в Кащенко. А все коты думают, что они собаки. Нормальное ощущение. На клёне пять веток. На каждой ветке по два яблока. Сколько? А задачка не сложная. Сколько яблок на клёне? Родители, милые, вы не представляете задачки в современных детских учебниках. К бедному Ивану Ивановичу каждую ночь приходит привидение. Оно встаёт с кладбища в десять часов и идёт к дому бедного Ивана Ивановича со скоростью четыре километра в час. И час воет под окном Ивана Ивановича. Я всё это соберу в Министерство образования. Я ему, я этому Министерству учебники подарю, в которых это всё есть. Начало задачки. Девочка, девочка шла в школу со скоростью 275 километров в час. Я понимаю, что здесь ошибка, запятая не поставлю. Ну надо же вычитывать учебники, тем более для детей. Это для младших классов задачки. Для старших это не дай бог на ночь представить. Они же биологию проходят. Биология. Десятый, одиннадцатый класс. Вдумайтесь и представляйте. Безмозглая женщина, отец и мать, которые тоже были безмозглыми, вышла замуж за безмозглого мужчину. У них родился ребёнок, имеющий мозг. Предложите свои варианты. Наследование данного признака. Это я не знаю, на ночь вот это лучше не представлять. Известно, я не знаю, кому это известно, но... Мне неизвестно, но им известно. Что мягкие зубы и волосатые губы... Ну мягкие зубы я ещё... Я знаю. Но волосатые губы мне неизвестны. А, доминантные гены. Значит, вот... Женщина с твёрдыми зубами и волосатыми губами... Вы можете... Вышла замуж... Как она вышла с волосатыми губами, я не знаю. Ну, потом понятно. За мягкозубого мужчину, не имеющего волос на губах. Это... Это страшилка! Какова вероятность того, что их первый мягкозубый ребёнок будет всю жизнь брить губы? Детские задачки. Реформа образования. Конечно, пора реформу реформы проводить. Задачка! Один кирпич. Марки М-150. Чтобы жизнь знали дети. Стоит 8 рублей 10 копеек. Хорошо. Ребёнку эта информация нужна, конечно. Вопрос. Сколько сможет купить кирпичей бабуля на свою пенсию 3400 рублей? А бабуле кушать не надо. Ей только кирпичи нужны. Марки М-150. А это ещё не всё. Задачка! Я понял, вам понравилось. Я вас сейчас повеселю. Бутыл... Для детей! Бутылка пива Клинская стоит 42 рубля 50 копеек. Полезная информация. В одном ящике повещается 20 таких бутылок. Сколько сможет приобрести ящиков пива сторож цементного завода на свою зарплату 800 рублей? Тоже. Ему не есть, не пить, не надо. Ему только пиво насосаться. Всё. Ой, сейчас передохните. Ага, продолжаем. Продолжаем обучение. ЕГЭ. Задачка по физике. Во время сильного снегопада... Снегопада. Рисуйте картину. Лыжник, бегущий по полю со скоростью 65 километров в час. У меня сомнения большие. У него где-то ракетный двигатель поставлен. Заметил лыжник в снегопад? Заметил. Что ему в рот попадает 50 снежинок в минуту. Это никто выдумать из сатириков не может. Вы понимаете? Я не знаю, как он заметил, что у него тут за счётчик стоит, но заметил. Он заметил. Он бежал и считал. Раз снежинка, два снежинка, три снежинка. Вот. Он повернул и побежал по ветру. И заметил, что с этого момента ему в рот стало попадать 30 снежинок в минуту. Вопрос. Оцените дальность прямой видимости в снегопад в метрах. Если площадь рта открытого спортсмена 28 квадратных сантиметров. Это не рот. Это хавальник. Задачка. Ну просто для меня репертуар. Мне ничего придумать не надо. В аптеке 27 лекарств. Разных. Хорошо, что не одинаковых. Два мальчика взяли аптечку. Первый мальчик съел пять разных таблеточек и упал без сознания. Второй мальчик съел три другие таблеточки с громким криком и уезжал из комнаты. Это начало. Пожарных учат надевать штаны за три секунды. За три секунды. Сколько штанов Успеет надеть пожарный за пять минут. Ему зачем столько штанов? Вы можете сказать? Папа и мама ужинают. Вот думаю, хорошая задачка. А, семейная. Папа и мама ужинают. А сын, продолжение читаю, не верю своим глазам. А сын сидит под столом и пилит ножку стула мамы. Со скоростью три сантиметра в минуту. Через сколько минут закончится ужин? Ну неужели других примеров нельзя найти? По математике. Мама купила в магазине 2,7 тонны конфет. То есть мамка дико ненавидит детей своих, судя по-моему. Но ей показалось этого, видимо, мало, потому что дальше написано и 2,9 тонны карамели. Карамели. Обсосешься за свою жизнь. Дальше фраза суперская. Принесла их домой. Вот это... Это реши... Это Годзилла, а не мама. И разделила поровну между двумя детьми. Сколько сладостей получил каждый ребенок. Я не знаю, что сладостей, но диабет реально ребята получили. Скопилась целая коллекция писем от учителей. Учителя пишут. Вы правы, что вы не ругаете детей. Они действительно многого просто не знают. В школу пришли молодые учителя. Они закончили только что педагогические вузы. Кто идет в наше время в педагогические вузы? Те, кто не попали часто зачастую в другие вузы. И учатся они кое-как. И выгнать теперь никого нельзя. Вот в результате наполняется школа людьми полуграмотными учителями. Вот один учитель на уроке химии говорит ученикам. Молодой учитель. Посмотрите на меня. Перед вами молекула водорода. А если почитать те замечания, которые пишут молодые учителя в дневниках, это просто юмористический номер. Не хочет любить Пушкина. Весь урок не вылезал из портфеля. Ну же... Читал на уроке чтения. Вот это мне нравится. Жутко провинился. Ой... Помыл пол в классе шалью завуча. Картинка в стране, да? На уроке физкультуры отказался пользоваться матом. Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы. Прямо с дискотеки учитель пришел и теми же словами и выражается. В уроке литературы молодая учительница попросила детей поделиться, кто кем хочет стать в жизни. Один прикололся мальчишкой и сказал, я бы хотел стать патологоанатомом. Она говорит, вот им славно, все будем у тебя лечиться. Я сам слышал, как молодой человек на теплоходе, который шел по Волге, подошел к администратору и спросил, кабельное телевидение есть? А тот спрашивает, вам кабельное какого города нужно? Тут говорит, Ярославля. Он говорит, кабель зацепился за корягу там сейчас. Его поправляем. Мои знакомые студенты из Московского авиационного института поехали на природу с Киевского вокзала. И опять вот это, продавец-консультант. Купили 10 котлет по-киевски. И говорят, разогреть их 10 человек было. Разогрей, пожалуйста. Она положила в микроволновку 10 котлет. Вот. Они стоят, ждут, ждут. Ну, 2 минуты надо, чтобы разогреть киевскую котлету. Они ждут, ждут. Уже минут 16 прошло. Они говорят, вот это вот. А, вот это вот. Моднявка. Они говорят, а почему так долго? 2 минуты надо. Она говорит, ну, я аж 10 котлет положил. Бедолаги. Их жалко. Их кошмарит государство практически. У меня есть знакомый один. Мы с ним учились когда-то вместе в Московском авиационном институте. Мы учились с ним в одной студенческой группе. Он такой, я кашу под молодого, а он под старичка под речка. Но он приколист такой. Он КВНом занимался. Ему скучно жить на пенсии. Он ходит по менеджерам и прикалывается. И такой кайф получает от этого. Он, например, придет в магазин, увидит менеджера. Говорит, скажите, пожалуйста, я хочу купить телевизор. Скидки ветеранам Куликовской битвы будут? В 9 случаях из 10 ему говорят, удостоверение есть? Он так залезает в карман и говорит, ой, забыл. Он говорит, ладно, ладно, верю, я вижу, что вы... Видит он, что он ветеран Куликовской битвы. Нормально? Его жена не верила ему. Он говорит, пошли покажу аттракцион. И вывел ее в свет. Она была счастлива. Она такого даже в театре не увидит. Пока не нарвались на менеджера постарше. У кого было с образованием. Не знаю, что с вами будет. Это говорит ветерану, ну, по фору, уже по наигранному. Ветерану Куликовской битвы. Вот мы вдвоем. Будет скидка? Кто-то говорит, ты Пересвет или Челубей? Я в одной компании молодежной это рассказал. Они говорят, и в чем смысл? Бедные молодые, как они жить будут без образования? Ведь зачем нужно образование? Да, чтобы радостней жить просто. Чтобы меньше было троллей на земле. Кстати, интересно. Вот если тролли меня сейчас услышат по телевидению, имейте в виду, дорогие тролли, что большинство самоубийц среди троллей как раз. Они просто этого не знают. Что беспочвенно гадить другим не проходят. По законам природы. Ну, а бедные учителя мне присылают цитаты из письменных работ отличников ЕГЭ. Я не знаю, что с вами будет. У костра сидели два человека и одна женщина. Спокойно, спокойно. Сейчас разгонимся. Иногда такие образы. Ой. Тянутся по небу корневища трав. Это... Но это уже даже не Анаша, это ЛСД здесь. Вот. Австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда во время опасности. Вы представили себе эту картинку? Самозасывающийся кенгуру в свой карман. От любви у нее заплетались зубы. Ёж, жаба и ласточка. Ёж, жаба и ласточка. Помогают садовнику поедать насекомых. Он взял коня за рога. Один вместо металлической эрозии написал, как понимал, металлическая эрекция. Ну, я не понимаю, вставляет сильнее. У Владимира Мономаха было 10 сыновей и все мальчики. Вот молодец Владимир Мономах. Ни одной девочки среди сыновей не было. Война и мир эпохабное произведение. У князя Мышкина бывали приступы эпиляции. Но Мышкин не знал, какие у него принцы. И Достоевский тоже не крутой был. Ой, сейчас. Это нужна тишина. Простите, я зачитаю эту цитату. Она сняла с груди сначала лифчик, потом трусы. Ты, дуреха, ты че трусы на грудь надела, можно сказать? Литературу кое-где включили, но замутили по полной программе. Ведь смотрите, разве можно, разве это литература, вопрос по литературе, какой длины палуба Фрегат Палады. Зачем? Какое это имеет отношение к литературе? Какого цвета платье у Наташи Ростовой? Ну, разве это знание литературы? А в младших классах вопрос. Готовы? Готовы, как говорит Задорна? О чем думает поросенок, когда его переодевают гномики? Откуда я знаю, о чем думает поросенок? Мне для этого колесо ЛСД принять надо, чтобы я знал, о чем думает поросенок, когда его гномики переодевают. Это реальные глюки. В Казахстане, когда же, когда-то это же была с нами одна страна, в учебнике пятого класса, в тестовом задании предлагается ответить на вопрос, какой национальности первый человек в мире, совершивший полет в космос? И три варианта ответа. Англичанин, американец, испанец. Вот в чем смысл реформы образования. Увести детей от правды, чтобы им было страшно жить в этом мире, поэтому поменялись задачники. Задачки, у нас были какие добрые задачки. А теперь, вот если бы такая задачка была у меня в школе, я бы не стал юмористом. Я, вы знаете почему? Я бы покончил жизнь с суицидом, прямо когда решал эту задачку. Седьмой класс, на знание дробей. Готовы? Пол курицы. Пол курицы. За полдня сносит пол яйца. Как вам это нравится? Сколько яиц несут полторы курицы за полтора дня? Я не придумываю. Я вам, родители, многие, вы не въезжаете в тему. Вы не представляете, как детей опокемонивают. Дети вырастут полудурками, с больной психикой. И будут думать, что жизнь это фильм ужасов. Задачки раньше, упражнения были добрые какие. А теперь все жесть такая голливудская. Чтобы дети в страхе жили. Чтобы таких лохов... Знаете, демократия западная, это торгашеская демократия. Впендюрить лохом. Поэтому лохов должна быть как можно больше. Задачка. Я только первые строчки зачитаю. Вы представляете, какой мир, каким мир рисуется в глазах школьников? Первая строчка. Задачки. А, нет, эту я всю задачку зачитаю. Один третиклассник может отлупить трех первоклассников. Но уже четыре первоклассника отлупят третиклассника сами. Кто будет побеждать сначала и кто победит в конце концов, если лупить друг друга? Начнут. 120 третиклассников. И 180 первоклассников. А потом еще на вопле о помощи прибегут 240 первоклассников и 150 третиклассников. Вы где такую школу нашли? Задачка. Только первые строчки зачитываю. Это для детей задачки. В казино сатана подошел к человеку. Задачка другая. Бобров бил лосеву куском бетона по голове. Душил ее металлическим проводом. Проводом. Задачка еще. Седьмой класс. Автобус переехал в группу детского сада. Пострадали Маша, Ваня и так далее. В советское время задачи по арифметике, по математике, они были с уважением к природе. Сейчас многие задачники, задачки и задачники это кальки западных учебник. Почему? У нас были очень хорошие учебники. У нас не могло быть такой задачки. Курица снесла 4 яйца, а петух 2. А сейчас есть такие задачки. Задачка. Попробуйте решить. Белка. Нет, нет, белку. Боюсь дальше говорить. С полными лапками орехов. С полными лапками орехов посадили на гладкий горизонтальный стол. И толкнули по направлению к краю стола. Ну это изверги какие-то. Это бедная белочка. С лапками. С орешками к краю стола. Представляете, скользит белочка. Приближаясь к краю стола, белка почувствовала опасность. Белка, да поумнее тех, кто составлял эту задачку. Всю задачку не читаю. Следующая задачка. Так, я для затравки это вам только. Белка. Следующая задачка. Видимо, у того, кто писал, действительно белочка была в этот момент. Белка. Боюсь дальше вам говорить. Весом 1,3 килограмма. Вы где такую белку видели? Это у вас только под белочкой такая белка может присниться. Это котяра мартовская отъевшаяся. Так вот, эта чернобыльская белочка, вот эта, сидит на абсолютно гладкой, обледенелой, покатой крыше. Ужас. Ужас. Представляете, цепляясь когтями, белочка. Человек бросает белке камень. Весом 0,8 килограмм. Ну, садюги просто. Камень летит с такой-то скоростью. Белочка хватает камень. Видимо, это уже без орешков сидела она. Задачка. Задачка. По биологии. По биологии. Запомнили? Теперь слушайте. У чебурашек. На логику, на логику задачка. У чебурашек уши бывают лопоухи. Это... Я чуть не заплакал в этот момент. В скобках, доминантный признак. Нормально? А у некоторых куцые. Жалко чебурашек. В скобках, рецессивный признак. Я не верю своим глазам, читаю. Причем куцеухи и чебурашки умирают в раннем детстве от стыда. Слезы из ушей могут политься от этого. А у лопоухи гомозигот. Я не знаю, что это. Гомозигот и все. В пятилетнем возрасте уши начинают ветвиться. Бедные дети. Они же это читают. У них же воображение. Вы представляете, он это представит. Крокодил гена. Купил на птичьем рынке двухлетнего чебурашка. Тоже придурок. И хочет узнать. Он для этого и купил, чтобы узнать. У него... У его питомца будут уши ветвиться к пяти годам или нет? Слушайте, я не считаю себя дураком. Ну я не знаю, как решить. Я заглянул туда, в конец учебника, где подсказки. Подсказка. Подсказка. Половозрелости. Чебурашки достигают в два года. Нормальная подсказка. Беременность у чебурашек длится три месяца. Почему? Откуда? Живут чебурашки в неволе до десяти лет. Подсказка. И что, я теперь решить могу эту задачку, что ли? Спокойно, спокойно. Задачка. Мы еще не все решили задачки. Причем, что не задачка, то какая-то гадость. Это вот с запада пошла мода на чернуху, депрессуху. Задачка по математике. Три мухи. Ну уже гадость. В полдень сели, сели три мухи на секундную, минутную, часовую стрелки часов. И поехали на них. Ну дети ж дебилами вырастут после этого. Это о покемонивании молодежи происходит. Когда какая-то стрелка обгоняла другую, вот правильно вы говорите, вот пытливый ум у нашего человека. Спрашивают, а как они когда вот... О, а эти не понимают. Когда какая-то стрелка обгоняла другую, сидящую, отвечаю на вопрос. На этих стрелках мухи менялись местами. Вот так вот. Вот до этого ответа вы бы не додумались. И если секундная стрелка обгоняла часовую, минутную, а до времени на... Местами менялись только мухи с минутной, часовой. Вопрос. Сколько кругов проехала каждая муха до полуночи? Ха-ха. Я уже полгода не могу решить эту задачку. Я хотел эксперимент поставить даже, но мухи не садятся добровольно на часовые стрелки. Я пытался их приклеивать, но они не меняются местами тогда. В общем, затык полный. Задачка! В диване живут хлопы и блохи. Пфу! Пфу! Опять гадость. Но в советское время не могло быть такой задачки. Боря лежит на диване и рассуждает. Редкий дебил. Тут блохи. Тут блохи. А он рассуждает. Если блох там станет в 2012 году в три раза больше, а там клопов во столько, так в 2015, в каком году количество блох и клопов сравняется? Нормальный вопрос? Боря, к этому году тебя сожрут уже давно блохи с клопами, если ты там лежать будешь. Я не знаю, что с вами сейчас будет. Задачка. Учебник математики, пятый класс. Авторы Зубарев-Марткович. Проезжая мимо поста к ГИБДД на автомобиле АК со скоростью 120 километров. Я угораю. Серьезно, давайте. Владелец автомобиля АК не остановился по сигналу сотрудника инспекции. Не остановился. Лихач такой. Видели лихачей на АК когда-нибудь? Такой бешеный пшой. Гениальная реакция. Уже через 10 минут возмущенный инспектор. Тормозня редко этот инспектор. Видимо из Эстонии. Погнался за АК на мотоцикле и БМВ. Развил скорость 240 километров в час. Вообще я бы хотел на эту картинку посмотреть. На БМВ за АК. Дальше опять как тот же Задорнов, который всем с этим надоел. Но все-таки послушайте. Наберите воздух в грудь. И не заметил, как обогнал нарушителя. Хороших сотрудников берут туда. Через 10 минут понял и повернул. Значит, надо вычислить, когда они встретятся. Азбуку нашу. И ту перекроили. У нас была чудная русская азбука. Даже я застал ее еще в букварях. Теперь у нас алфавит. А, Б, В, Г, Д. Это... Что такое алфавит? Это запись буквами звукописи. А что такое азбука? Это другое. Это каждый заглавной буквой соответствовал образ. Ну, например, буква... Что такое заглавная буква Л? Мужчина и женщина изображаются двумя вертикальными палочками, черточками. Они соединились родничками. Они любят друг друга. Это образ любви. Осталась только буква Л. А если мужчина и женщина любят друг друга, соединились родничками еще на половом уровне, с первозвуком А, ребенок придет из космоса. Это первозвук космоса. Это первозвук, из которого все рождается. Поэтому с этого звука начинается все. И начинается азбука. Отсюда слово Азы. Начало. Что такое мужчины и женщины любят друг друга, соединились родничками и еще на уровне земном? Д. Дом. Каждой этой буквой заглавной соответствовал образ слова. Ну, твердо стоит человек на земле, раскинув руки. Это твердь. Осталась просто буква Т. Смысла в ней больше никакого нет, кроме как передача информации. Б. Беременная баба. Все буквы так можно разобрать. Если кто-то захочет, зайдите на мой живой журнал. Там об этом более подробно написано. Мое желание во время концерта только заинтересовывать людей в этом. И если прочитать нашу азбуку согласно этим образом, получится послание от наших мудрецов, предков нам. Как нам остаться жить в правде, а не в кривде? Не лечь под торгашей, не попасть под олигархион никогда. Аз Бога ведаю глаголю добро есть жизнь. И так вся наша азбука, ни у кого в мире нет письма, когда читаешь азбуку от наших, от предков. И последняя, какая буква Я? Я на последнем месте. Сначала выполни все, что тебе нужно по жизни. Это мудрость наша азбука. Во что она превратилась? В алфавит. Вот теперь стишки, написанные на разные буквы. Буква Е. Еда, еда, еда. Уже не сложная ассоциация. Все на жратву перевели. Все. Буква Е. Еда, 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 ежевика, ерунда. Если нет еды на Е, мы ее придумаем. Кушай, дочка, кушай, сын. Ем ли Нику, епельсин. Буква М. Шедевр. Малыш ваш будет рад скушать мед и мармелад. Опять жратва. Ну а кашу манную выложите в ванную. Это не концовка. Пусть поплавает слегка, это будут облака. Но это курили перед тем, как это написали. Наконец, буква Ш. Опять должен просить извинения. Простите, но зачитаю. Буква Ш. Стишок из современного букваря. Шарами Шура пошуршит. Это не все. Продолжение. Шары у Шуры хороши. Задачка. Одобренная Минобразином. По физике. Вася ловил девочек сильно. Ну дальше сильнее. Опускал их в лужи. Я в гараж. И тщательно измерял глубину погружения каждой девочки. Как он это делал? Какой глубины были лужи? Дурак на дураке. Чиновник на... У нас зловещее чиновничество в стране. Вопрос. Чем... А, да. А Петя смотрел на процесс. Петя-то поумнее будет. Вот. Вопрос. Чем различаются виды деятельности Вася и Пети? Да? Ну, перестаньте. Никогда не... Ответ. Петя делал наблюдение, а Вася проводил опыты. Вот так вот. Конечно, дети идиотами вырастут. Летит кибитка удалая. Бразды пушистые взрывая. Ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Дети не понимают, что это такое. Они... Ну, во-первых, кибитка летит. Ну, типа ракеты, значит. Удалая летит. Вот только ямщик не понят. Облучок, понятно. Радиоактивный заряд облучения идет. Ну, при чем тут ямщик? Ямщик, который ямы копает для молодежи. В тулупе в красном кушаке это защита от радиации у него. А бразды пушистые взрывая вообще улет. Это без ЛСД понять невозможно. Бразды это такие уроды. Поместь бобров с дроздами. И... Они действительно не могут этого ничего объяснить. Русская сказка называется новая. Царевич не хитер, не мудер. Бедолаги, молодежь, вы попали реально. Ой. Почему Александра Невского назвали Невским? Мальчик ответил, потому что он нефтью торговал. Гениально. Гениально достали детишек с этой нефтью. Вся страна зависит от того, какая цена на нефть будет. Могло такое быть в советское время? Да никогда. Мальчик написал. Волк-волчиха. Понятен прием. Лев-львиха. Баран-бараниха. Бык-бычиха. Кот-котяра. Петух-петушица. Селезень-селезенка. Все. Папа написал мне письмо. Камеди-клаб по телевизору. Мальчик играет в игру какую-то. И у них сейчас эти игры, игры все новые, компьютерные. Есть игра новая, убей мента. Так и называется. Зарази мир. Вот они, значит, играют. Вместо шахмата. Диалог на экране. Это кокаин? Нет, это алебастер. Да нет же, это кокаин. Да нет же, это алебастер. Сын плегает с игры, спрашивает, папа, что такое алебастер? Мама пишет. Дочка спрашивает ее. Мама, что такое Емудя? Мама бледняка дала. Говорит, ты где это прочитала? Говорит, у Пушкина. У Пушкина про Емудю? Да. Покажи. Достает сказку о царе Салтане. Готовы? И читает. Мам, смотри. Князь Гведон шлет Емуде свой поклон. Второй класс. Помните, октябрята, пионеры читают стихи на праздник. Вот второй класс. Стишки дали читать. Представляете, пацан такой стоит и читает. Пусть верен наш маршрут и по плечу нагрузки, и пусть на пиво нас зовут не в качестве закуски. Это все сверху, сверху сыпется. Рабов готовят. Купили сыну книжки, женщина пишет. Татьяна Григорьева, автор. Стихи для детей. Для детей наливали киски виски. Для детей. Я не бью, сказала киска. Предлагали киски вискос. Это класс, сказала киска. Если на закуску вискос, я, пожалуй, тяпну... Правильно, тяпну виски. Баба-яга добрейшее существо, никого в жизни никогда не съела. Только грозится. Выслуживается перед кощерем, приписками занимается. А на самом деле лечила. Баба, по русски, древнем языке, это лекарь. А яга от слова индоевропейского огни, огонь. Это огнем лечащий целитель, целительница. Поэтому отсюда слово опекать. Заворачивали в тесто ребенка, чуть-чуть на легкий огонь. Снимали тесто, и хворь выходила. От слова слова опекать детей. Главное унизить все, что было в нашей родовой светлой памяти. Новая сказка про Бабу-ягу. Сидит в избушке Баба-яга, извините, титьки узлом завязаны. По потолку сопли развешаны. Ну, бедные дети. У меня же библиотека в Риге. Чего они спрашивают, приходят в библиотеку. Куприна, граната и браслет. Графа-мотоциклиста дайте мне. В сказке Памелы Андерсен. Одна попросила сказку про лошадь со стонхондрозом. Конек-горбуно. Мальчик отвечает у доски, говорит, Мономах известен шапка, он ее украл от Чингисхана во время крестового похода. Все в бошках перепуталось. А Геракл вошел во влагалище льва, как он говорит. Не дай бог на ночь представить эту картинку. В Костроме продавали, ну, яйца пасхальные. И написано, Христос Воскрес. Ха и вы. Готовы? Вот это, Димаха. Подошас врачу за надпись на яйцах. Х-Би. То есть, XL она знает, а Х-Би никак. Но, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok